Благосердие и благорасположение, это все заключается в корневом слове «любовь» в еврействе, понимаете, да? Поэтому мы больше склонны говорить сейчас о греческой слове «любовь», потому что оно более конкретизирует некоторые вещи. И греческая культура, в то время преобладающаяся, в то время, оно отдало отпечаток на развитие христианства целиком, вообще, будем говорить так, да? И от этого мы понимаем некоторые вопросы. Мы говорили, что есть любовь, это эрос, да, как бы это чувство, которое мы… Ничего не отдает, все принимает только для себя. Это эгоистическая больше вся любовь, потому что удовлетворение, личное собственное удовлетворение, это является больше как эрос. И даже, что мы одеваемся, прихорашиваемся, держим форму, имеется в виду, в спортзал ходим и все остальное, это тоже как бы эрос. Это то, что мы хотим себя проявить. Артистизм, и так далее, и так далее, и так далее, потому что все это мы делаем фактически не ради себя. Вот так вот. Нет, имеется в виду, ради себя, но не на людей. То есть мы не можем вот нашей одежде отдавать. Мы хотим принимать. То есть мы хотим принимать комплименты, хорошо выглядишь. Мы не хотим слышать слово там, вот чмошник, да, там, ошлапер пошел, вот, и так далее, и так далее, и так далее. Нет, мы хотим услышать свой след. Ух, ух ты, неплохо. То есть это подсознательно, но может быть для многих людей это как бы не совсем комфортно, что сказать, ой, как ты хорошо выглядишь, ну, так не по себе. Но подсознательно эрос толкает нас на эти вещи, как одеться, прихорашиться, причесаться, выглядеть хорошо и получить от этого выгоду. Какую выгоду эрос получает от этого? Просто комплимент. Просто бывает комплимент, и это приятно. То есть эгоистичность, то есть, ах, неплохо. Смотришь в зеркало, говоришь, неплохо выглядишь. То есть как бы себе сам. И это, ну, как бы сказать, это не злое состояние. Я хочу, чтобы вы понимали. Мы говорим, когда эгоистическая даже любовь, если состояние христианства и понятие веры, да, это не есть плохое состояние. Потому что возлюбить ближнего к самому себя, то исключает там состояние эрос, да, что я проявляюсь. Но в отдельности эрос становится на самом деле деспотичным, эгоистическим и приводит к фатальному решению твоего брака. То есть если он базируется только на эрос, да, секс, я, я и ничего отдавать, это будет пагубно. Потом мы говорили о филио, да, и сторге, которая является как бы совокупность двоих, больше дружеские отношения, дружелюбные, расположение, может, в бизнесе, партнерство и так далее. Это есть, вот, заключается почти в двух этих позициях, плюс семейные отношения, да, как родители. У нас как бы любовь родителей к детям, и наоборот, это какое-то странное чувство, да. Мы не знаем, как его выразить иногда, мы просто, оно есть, семейные отношения. Потому что если бы говорили, это любовь к детям, да, общая, то было бы, ну, мы иногда к другим детям относимся немножко по-другому, чем к своим. И к своим относимся абсолютно по-другому, чем к чужим. Также самое наоборот, родительская связь с детьми, детей с родителями, ответственности, это тоже относится к любви. И в отдельности это не дает, как бы сказать, тоже созидания самой семьи. И мы говорили последнее о чего? О чем? О Агапе, на которой почти мы убили вчера целый день, разговаривая об Агапе. Если вы посмотрите, да. Мы вчера говорили почти целый день об Агапе. Почему? Потому что это то, что и чаще всего мы пытаемся объяснить с точки зрения христианства, как божественная любовь к человеку, то есть безвозмездная любовь. Возможно ли ее употребить или может ли человек ее исполнить, эту любовь? Очень часто люди говорят, что это невозможно, это я что, Бог, всех любить или божественных, ну, только Бог это смог сделать, Иисус исполнил. Мы же не все должны исполнять. И мы вчера разъяснили себе, мы поняли, что у нас она есть. И если она в Господе, то есть рожденный свящий человек, он ее проявляет более ярко, да, и она становится жизненным состоянием для верующего человека. Потому что самопожертвующая любовь, она существует у каждого человека. Но если отдаешь себя без вот любви, которая говорит о том, что я возлюблю тебя, как возлюбил меня Господь, да, то есть до смерти, безвозмездной любовью, тогда оно проявляет, может быть, божественное отражение нашего Господа. Я так понимаю. Потому что если мы говорили с вами, да, Писание говорит, что если человек даже отдаст себя в жертву, на убиение, на совершение и так далее, но любви не имеет, притом, да, он всего лишь медь звучащая. То есть никакого звука нет, просто шум и все остальное. Сегодня никто не вспоминает о Павлике Морозовом или там, море, как его там, море, который дал там себя в жертву. А? Матросов. Матросов, то есть Матроскин, 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 Матроскин дал себя в жертву. Не, вспоминаю, очень, ну, спроси сегодня любого парня, который, ну, школьный. Это потери наших ценностей, да. Да, ну, о чем я говорю, но о жертве Иисуса, да, о жертве Иисуса, которую Он дал на Голосовом кресте, она сегодня отражается и в мусульманском, как бы они имеют, говорят о Иса, евреи возмущаются об этом, тоже вспоминают об этих вещах. И христиане держат это как ценность их веры и утверждения в Божьих истинах, так. И мы вспоминаем об этом, как пример. Но можем ли мы стать как Иисус во всем? Навряд ли, потому что мы можем быть только отражением Его, Его благодать внутри нас. Мы можем проявить эту любовь. И мы согрешаем, как и все остальные люди. Мы не божественны, но при всем этом мы искуплены самим Господом. Мы имеем привилегию приходить к Нему, просить прощения, сознаваться, каяться и, ну, быть в благословении. Поэтому любовь Агапе, она ярко проявляется у тех людей, которые рожденные свыше и любят Господа. То есть всем сердцем своим, всем разумением, всей своей крепостью и готовы во время даже своей последнего дыхания исполнить эту заповедь всей душой своей. И мы говорили о том, что я зачитывал вам, что Рави Акива, который был приговорен к смерти, фактически тоже исполнял эту заповедь. Но она, может быть, отражение того, что сделал Петр, когда тоже умирал за Слово Господне. То есть мы проводили параллель, что фактически первоапостольская община, она отличалась тем, что они верили в Вишу, что Он есть Господь, Мессия и Избавитель всего мира. Они провозглашали Его ценностью своей, исполнением всех пророческих обещаний и надежды во спасении. И уже движение иудаизма с самого начала, фактически продолжая путь объяснения и жертвенности, любви, фактически ничем не отличалась от иудейской общины, то есть по галахе, тем правилам общества, в котором они жили, почитать отца и мать, почитать властей, почитать друг друга, ничем кроме той составной, что жертва за грех, уже совершенная Вишуа, исполнила покрытие наших грехов. Это что единственное отличало, потому что после разрушения храма иудаизм изменил свое влияние или же положение относительно прощения грехов. Нету жертвы, и фактически я читал, что заменили жертву молитвами, молитвами шахарит утром, амида, это во время молитвы и другие молитвы. То есть три молитвы, которые они сегодня действующие в иудаизме, как бы считаются той заменой жертвы, которую они должны сделать. Поэтому они собираются вместе и зачитывают молитвы. В старые времена не было молитв. Во время Вишуа не было написанных молитв. Чтобы вы понимали, их не было. Сидура как такового не было. И то, что мы имеем сегодня, иудаизм с сегодняшнего времени, это трансформированный иудаизм, применяемый некоторые принципы, которые были в старые времена, употребляющие эти принципы на основах раввинов. Даже возлюбив ближность своего, понимаем, что это отражение всего. И даже из формы, если ты не хочешь, чтобы с тобой поступали, не поступать так с людьми, тоже это как бы фраза из школы Шамая. И это принцип иудаизма остается до сегодняшнего дня. И то, что мы имеем молитвы, это молитвы в синагогах, это как во времена приношения жертв. Три раза в день приносились жертвы, так же самое, три раза в день, на то же самое время произносится молитва утром, днем и вечером. Три раза. Вот как бы такая сущность. Но все равно мы говорим об Агапе, Агапе является волевым решением. Кто помнит это? Волевым решением. Кто из вас практикует Агапе? Волевое решение. Да? Прощать. А? Вопрос такой. Я к этому вернусь. Хорошо, мы сейчас сделаем это. Может не сияться, но переменим это. Возьмем. Хорошо? Вот. Итак. Это мы прошли, мы понимаем. Но помните, если вы понимаете так же, что мы живем в новое время. Время перемен, время эмансипации, уход от принципа, который мы держали с многих времен. Сегодня положение мужчин одно, положение женщин другое, где включается равенство, братство, любовь и все остальное. Откуда все началось фактически? Если вы помните, революции всевозможные, всякие идеи. И так появилось понятие такое, как атеизм. Да? Не веря в Бога. То есть это, что всех сил нету. О чем я говорю? Фактически проблема сегодняшнего времени, которую мы переживаем с вами, где церковь или же христианство или религиозные общины, они приспосабливаются к формам и принципам сегодняшнего времени. Это реально. Потому что сегодня никого нельзя заставить и ходить в общину. Если раньше, во времена Ишуа, Средневековья, все этнические группы, они держались вместе. Болгары по-своему, женились между болгарами, разве что были какие-то ситуации во время войны и все остальное. Евреи пытались держаться своего, еврейского. И по этой причине законы, галахи, они действовали очень серьезно. Потом, мы знаем, были преследования, гонения всевозможные. Мы видели, как еврейская община перерастала в более научно-прогрессивную концепцию отделенности от синагоги. Потому что даже многие раввины в то время даже верили, что все-таки земля плоская. И ставили свои доктрины на позиции. Очень даже влиятельные. Но наука делала свое, прогресс делал свое. И многие евреи, еврейское общество, как и другие, становились шведскими. Со своими идеями, со своими позициями. И пришло такое понятие, как просто атеизм. Атеизм. Что-то такое. Как вы думаете, что такое атеизм? Отрицание Бога. И в то же время, как бы, сексуальные такие развращения подтягивались под данную позицию. Ну, смотрите, во время идолопоклонства, или же, когда были многобожьи, и Платон, и Сократ, и все остальные, все-таки они были как бы еще идолопоклонники. То есть они не знали, что происходит, и мифы всевозможные поддерживали людей. В этом секс становился как акт идолопоклонства. То есть любовь превозносилась, как бы, в ранг идолопоклонства и жертвоприношения. То есть, как бы, хорошая была идея иметь секс вне брака или в каких-то вещах, сославшись на именно как жертвоприношение. Это было реально. Артемида и Феска, и все остальные были жрицы, и это понятно, как бы, развращение. И да и стоял на четких позициях, да не будет другого Бога, как только Бог Всевышний, один Бог. И секс вне брака тоже считался, ну, неправильной позицией. Понятно, да? Ну, мы понимаем, что там мы видим, Леви и другие, как бы, приходили к проституткам, имели свои отношения, там все. Я не буду касаться этих вещей, так диктринальных этих вещей, потому что в Новом Завете мы видим, что нам запрещено иметь сексуальные отношения вне брака, либо до брака. То есть, понимаете, да? Потому что называется это также измена. Блуд является грехом. Он как и телесный блуд, то есть, как бы, плотью, так же и духовный блуд есть. То есть, мы говорим о том, что да, не будьте других благов, вслед других богов. Блудница стала Израиль, пошел вслед других богов. То есть, да, духовное извращение тоже является блудом, как и телесное, потому что оно оскверняет все тело и наказывалось, это по закону Израиля, это наказывалось за такие вот моменты. И уже к современному миру мы подходим, атеизм проталкивает свою идею, идею, что есть у них, как бы, вселенская истина. Бога нет, потому что его никто никогда не видел. Поэтому есть не Бог, а вселенская истина какая-то, какой-то поиск вселенской истины и проталкивает, что каждый из нас может быть Богом. Мы творим историю, мы творим новое. И, ну, как бы, толчком к этому послужило науки. Если Бога нельзя доказать, да, что Он есть, значит, реально, что можно сказать, что Его нет. Если Он не отвечает, значит, есть проблемы. То есть, не можем Его объяснить, где Он, что Он, и поставляется под вопрос, есть ли вообще Бог, если я все делаю, тогда, причем здесь Всевышний, какой Он. И они начали проталкивать идею такого вселенской истины, которая без Бога. Мы творцы истории, мы творцы нашей жизни, и поэтому можно экспериментировать. Начиналось это из Сократа, Платона, то есть, из философии. Начиналось это с философии. Потом мы знаем труды уже современного коммунизма, то есть, когда начиналось социализм, Карл Маркс, Энгельс и другие, которые говорили о том, что фактически, и не правы были в какой-то степени, что религия является чем? Опием для народа, потому что народ, можно народу манипулировать. И фактически, я буду говорить прямо, без страха, что Константин, принимая христианство как норму государственной религии, пытался подчинить народ в этой позиции. Потому что христианство предлагало понятие, как в рабы подчинять их своим господам. То есть, можно было не убей, и можно было проманипулировать. У евреев была другая позиция. То есть, они были агрессивно настроены, они не хотели рабства, поэтому позволялось им противостоять против неверных, то есть, против иномыслящих, и иметь в себе победу. Христианство имело другой момент. Возлюбив врага своего. Хотя, это тоже отражается в Танахе. Он отражается в Танахе. Когда ты идешь на войну, ты увидел девицу, ты должен это и это сделать. Понимаете, да? Если мы идем на войну, и они являются врагами, ну, фактически, нужно было уничтожить. Но все равно, при всем этом, было милосердие, была благодать. Если он был странник, который не являлся частью Израиля, то же было его принять, относиться к нему как к своему, он не имел удела. Поэтому, с какой стороны посмотреть на само христианство, что и иудаизм, фактически, они мало чем отличались, кроме, как я это понимаю, в то время, кроме заместительной жертвы Ишуа. И понятие воскресения из мертвых. Помните, на чем Павел имел себе выход из темницы, или же от суда, он встал и говорит, наш спор очень простой. Я проповедую воскресение из мертвых. И тут бунт пошел. Мы не верим, а те верят в воскресение из мертвых. То есть, он знал проблему. Понятно, да? То есть, фактически, они не спорили о том, что и само новое движение, и оно иудейское, и неудейское. Даже не оспаривали они об этом. Просто Ишуа воскрес из мертвых. И это была победа, которая должна была принести свободу каждому человеку. И Рав Шаул говорит, что Машех умер, но и воскрес для нашего оправдания. И вот воскресение из мертвых, как сама концепция победы над грехом, реально победы, стала для многих иудеев местом претновения. Потому что делились те, кто верили в ангелов, и кто не верили в ангелов. Те, кто верили в воскресение, и не верили в воскресение. Все остальное происходило, как везде. Было час молитвы. Мы видим, когда Павел и апостол приходили в час молитвы на храмовую гору. Это мы читаем Деяния апостолов сразу. То есть они не отделяли себя от общества Израиля. Но к чему я говорю это? Что фактически те перемены, которые привели нас сюда на сегодняшний день, где мы находимся, это подход к безбожью. То есть иметь общество без Бога. И еврейские философы, будем говорить так, и ученые, немало в этом постарались. Сегодня по этой причине мы имеем иудаизм такой расширенный. Мы имеем иудаизм, который ортодоксальный. Мы имеем хабад, хабад, как мы называем, хасидский, который зародился здесь, на Украине, и имел корни перемен и желание перевести реформы в еврейском обществе. Мы имеем на сегодняшний день прогрессивный иудаизм и реформистский иудаизм. Многие из них даже не верят, что Бог есть. Просто традиция, которая существует в еврействе. И многие из них атеисты по своей концепции. Просто это культурное наследие евреев. Все, больше никаких углублений. По сути своей, мессианское или христианское общество, оно имеет правила и, ну, как бы сказать, рычаги давления на поведение людей. Так же самое, как и ортодоксальный иудаизм имеет рычаги давления на общество, в котором они живут. Все остальное, может быть, такие как прогрессивный иудаизм, реформаторский иудаизм, более свободная форма твоего прихожанства. Что я имею в виду? Даже позиция такая, как кто может быть раввином, да, кто может быть раввином у Хаббада. И там у них есть тоже позиция. Должен быть тоже женатый, ты должен иметь, жену, она должна соответствовать позиции, фактически правила и этики, о чем мы говорим, отношение к людям, не двуихязычное, не сплетница, та же самая позиция, да. И так же христианское, или, может быть, более говорим, мессианский, христианский подход, что мы тоже, позиция для пастора должна быть огласована, она должна быть описана. Как я вижу в этом самом прогрессивном или же другом форме иудаизма, они более либерально к этому подносятся. Как и многие церкви сегодня, лютеранские церкви, они позволяют иметь гомосексуалистов в своих не то, что прихожане, а в чинах священства, позволяют женщинам быть в руководстве самой церкви, и это приводит к проблемам. Не то, что женщины имеют проблемы, а эмансипация и перемены, которые значились задолго до сегодняшнего времени, где церковь пошатнула свои основы, пошли на попятную. И что такое идти на попятную со Словом Божьим? Это значит отдать себя в руки мирского мышления, то есть атеизма. И споро спросишь ли, верят они в Бога? Да, многие люди верят, но дела их далеки. И нет, у Бога есть правила и нормы поведения человека в обществе. И данное, например, поведение, что позволительно там священникам не только иметь позицию гомосексуализма, но и ставить главою церкви женщину, женщин, которые приверженцы лесбиянства, и не против, чтобы была свобода и равенство среди всех людей, даже если они другой направленности. Тяжело, да, слушать об этом, тяжело. Так же сама и позиция есть либеральных еврейских общин, тоже, а им все равно, что кто там и как они там, главное, чтобы был хороший человек. Это не позиция Бога. В данной ситуации ортодоксальный иудаизм и Хаббат, да, вот, или Хасиды, да, они более жестко подходят к этому вопросу, и, как бы, я уважаю их за это, на самом деле, я уважаю за Галаху, за правила, которых они придерживаются, и я благодарю Богу за такие общины, как бы, протестантские общины, которые четко подходят к Писанию относительно служений, женщин и позиции меньшинств. Почему я говорю об этом? Потому что атеистическая любовь и мораль, она опусошает человека, она дает человеку опору делать, что хочу. Это не есть любовь, это не есть любовь, это проявление вот того животного инстинкта, да, которые заложены в нас, внутри, это эрос, 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 только один эрос, и говорит, это так человек создан, так человек родился с этими вещами, поэтому мы должны принимать их как есть. примерно формирование атеизма, да, вот самого, занимало от 1890 года до 1935 года. Это формирование самой концепции атеизма и общества, в котором мы сегодня живем, мира, в котором мы живем сегодня. А уже вы знаете, это как ком, ты его сформировал, отпустил, и он сам по себе уже наслаивается движением не только либерализма, но и также демократизма, который есть, все демократы, демократическое общество, значит, все позволительно. Ну, фактически выходит за 50 лет, 45 лет, одно поколение, да, название, как бы название универсальная истина, как бы такая, как бы поиск. А оно идет с разным философией гуманизма, философией как бы женского, равноправия. Понимаете, знаете, о чем я говорю? Это как раз вот тогда, когда начались французские эволюции всевозможные, мы видим перемены манифеста, Советский Союз образовался, то есть, где в обществе позволялись кружки всевозможные, философские, ведь не запрещалось в Российской России иметь кружок коммунистов. Понимаете, Но когда оно перерастало в общенародные противостояния, и где намерение, что Бога нет, Бога нет, отделить Бога от общества, там, вот это стало проблемой. Потому что когда люди говорят, что Бога нет, тогда можно идти на переворот всевозможные. Писание говорит, даже Новый Завет говорит о том, чтобы быть послушным своим господам, быть послушным властям, бойтесь, чтобы и так далее, и так далее. Где-то перегнули, действительно, где-то господа перегнули палку, но как и сегодня, у нас сегодня все равно общество разделяется на бедных, на богатых, на правителей, на меценатов, где есть справедливость и несправедливость. По какой-то причине у нас сегодня бунт не проходит, правильно? Мы не проводим бунт. Может, там был пик, может быть, там голод и все, что происходило, технологии и военные действия, которые были, привело к этому. Но я думаю, что это все равно не является позицией, которая правильная. С 1890 по 1935 год формирование атеистического мировоззрения на все, на все, на все, на все, на все. Да, кто был ничем и стал ничем. по-украински. Голодранцы сикрын гоб да кучи. Нет, смотрите, сказал безумие в сердце своем нет Бога. Относительно среди евреев в то время может проявляться какие-то такие моменты, моменты, но все общество, все общество было подключено к теме, что есть завет, праздники, они учились, то есть они не могли по-другому делать. Сказал безумие в сердце своим нет Бога это фактически к греческой культуре обходилось, потому что многобожье надо еще было придумать еще какого-то. Нет Бога, нет Бога одного. Это мое понимание. Бога нет почему? Потому что не наказывается, но это до времени. Конечно же люди, вы как люди, мы без всяких моментов, но кто из вас еще успел жить в Советском Союзе? У всех была одна философия. Мы лучше, наша страна процветающая, у нас нет рабов, у нас нет эксплуататоров, все равенство, как бы все. Это религиозное понятие, да, но я говорю о чем, что фактически мы знали какие у нас праздники, мы к этому и шли, мы спокойно даже не думали, что у нас будет Рождество, старые люди проталкивают эту тему, но в основном новое поколение, а мы даже об этом не думали. Для нас был Новый год, потом у нас 7 ноября было, 1 мая, я согласен с вами, но это сформированная часть именно философии вселенской истины. Что такое 8 марта? Что такое 8 марта? Международный женский день. Кто его придумал? Где она жила? В Германии. Какое мы отношение имели к Германии вообще? Понимаете, да? Экспортируют. заявили себе как тоже глава общества, которые хотят ненавидно править. Но не Советский Союз. Все, но подождите, но в Советском Союзе какое-то было вообще к этому имело действие. Я хочу показать, что эта философия пришла именно европейская, своеволие, кружки, реформы, которые приходили, революции, которые приходили. Мы их заимствовали и сделали своей. Но почему-то 8 мая выпадает на время нашего еврейского пурима. Вы заметили, да? Заметили еврейский пурим. Клара Цеткин, наш человек, сделала победу Есфири на это самое, заявила, что женщина может теперь делать все. Может быть, я к этому не претендую ни на что. Но почему я говорю об этом? То, что мы сегодня пожинаем в нашем обществе среди молодежи, является семенами, последствиями, правильно, последствиями то, что зародилось в Европе в эти годы. Свободы. Вот иметь свободу. Демократия, коммунизм, социализм, идеи, кружки всевозможные, революции, перемены. Это вот то, что мы имеем. Вы понимаете, да? И с этого последствия идут. Я понимаю, что мы можем это просто общее говорить, да, вот как бы, но мы на самом деле женем. Философия этих учителей была простая, что если мы стремимся к истине, да, универсальной истине, какой-то одной, которой христиане и иудеи предлагали, что только один Бог, то они говорят, норм абсолюта в селе вселенской нету и быть не может. Учение, это вот философское учение атеизма, норм абсолюта, идеала и руководящим движением человека нету. Каждый выбирает свой путь. Нет Бога, если бы Он был, все люди имели бы правильно понимание, поэтому нет одного Бога, абсолютно вообще Бога нет. Они утверждали, что Библия не является Словом Бога, потому что она разбегалась с открытиями, которые делали ученые. Одни из примеров истории, да, что Библия не является Словом Божьим. В эти годы начинаются исторические бум, находки всевозможные, подтверждения, формирование истории, древней истории, попытки определения времени, попытка установить, как дарвинист, фактически само эволюции происхождения и так далее, и так далее, и так далее. Не, что вот, например, такого понятия, как Моисей, Моисей, да, в египетских раскопках мы не находим имя Моисей. Вот, чтобы вы понимали, да, и его нет на самом деле, но там есть другое имя, которое похоже на Моисея, и фактически оно опирает, мы как верующие люди, мы опираемся на него. Поэтому не говорят, что данные исторические факты, которые говорит Библия, нам, да, не совпадают с ихними научными исследованиями. Сегодня, конечно же, на сегодняшний день, все эти их догадки, или же исторические доказательства, которые они хотели показать, что Библия не это самое, не как, да, но подождите, она, они сегодня оповрегаются. Нет, имеется в виду, что Библия является историческим фактом, имена, сроки и так далее, и так далее, и так далее. На сегодняшний день, уже в современном, в современном мире, последние там 50 лет, да, вот как бы в науке, подтверждается, что фактически Библия, погрешность Библии, это 1,0, 27,0 из единицы, такая погрешность, то есть, это, это очень маленькая, это очень-очень маленькая погрешность, поэтому, а, ой, так будет еще, нет, 27,0, 0, запятая, 27,0 единица, это вообще, это очень, то есть, это как бы, но согласиться с этим, фактически, всегда идет борьба, а, тоже учеными, учеными, которые, фактически, будем говорить так, разделился лагерь, уже и католицизм начал продвигать свои темы об исследовании, и православная церковь, евреи, очень много тоже, чтобы не, не, не утратить позицию влияния общин, которые люди еще верили, и так далее, они начали продвигать исследования, свои исследования, и свое положение, например, Эштейн, он был глубоко верующим человеком, и в его записи говорит, что я не иначе познаю атомный мир, как только через творение Божие, ну, да, самый лучший еврей это был Иисус, Ишуа, тоже эти моменты, а, фактически, сегодня даже дарвинизм, как наука, теория, происхождения всего, ну, не поймите, ну, это необходимо было революционные изменения в церкви, отойти от религиозности, продвинуть свои темы, свободы, поэтому говорю, это началось, вот, примерно, система мышления философии атеистической, очень сильно развилась между 1890-м годом и 1935-м годом, они говорили, что также нету абсолютной морали, нету абсолютной морали, если Библия говорит нам о абсолютной морали, да, и как что делать, они говорят, что нам необходимо делать все, как мы понимаем, что, ну, как это, один может содержать, ну, утворять одну жену, и, как бы, для него это нормально, а вот, что это такое, а у меня, если Бога нету, ничего, абсолютно нету, значит, я могу делать то, что я хочу, фактически, идея даже Карла Маркса, во всех его, учености, и все остальное, евреи, которые из евреев, отец его был раввином, он, как бы, атеист, и его дочери оказались на панели, в конце концов, они стали проститутками, и не воспитывал он страхи Божьим, позволительность, и все остальное, если нет абсолютно никакого, имеем, что имеем, да, поняли, это, 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 это часть, у них было понятие, нет правильного или неправильного, то есть, теория добра и зла, для них это не существовало, потому что, делая зло, ты помогаешь людям, да, это, что это, будет зло или помощь, фактически, фактически, Писания об этом говорит тоже, нет, как там, я не хочу четко говорить, что, нет никого, чтобы, кто бы делал добро, бы и не грешил, да, если я правильно цитирую, место Писания, там, притча, что делая добро, не грешил, другими словами, ты делаешь добро и сделал зло, как бы, значит, есть, добра, 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 добра не жди, да, а потом еще, как бы, понятие, как бы, если ты, куда делал преступление, ради спасения человека, это преступление, ты делаешь зло, ради спасения другого человека, мы видим в войнах Давида, и так далее, и так далее, значит, понятие такого, как добра и зла, не существует, ты делаешь то, что ты делаешь, и в одних моментах, что иудаизм к этому склонен, что в тебе есть и доброе, и злое начало, и как бы, и к чему ты присклонен, даже при злом начале своем, ты делая злое, ты можешь не знать, что ты творишь волю от Бога, но не так учит Новый Завет, не таким образом учит Завет, мораль этих, я понимаю, что вы уже устали, да, и нет, вообще у них праведность такого слова, как бы отсутствует, есть правильное и неправильное действие, зло и добро, тьма и свет, понимаете, такого понятия у них уже больше не существовано, и что человеку возможно все, то есть, позиция, как Диал говорит, не сказано ли вам, что вы будете как Боги, то есть, вы Боги, а фактически, это дало начало такому, как бы веропониманию, или как бы философии, как Нью Эйдж называется, кто понимает, что такое Нью Эйдж, это Нью Эйдж, потом у нас распространенная, сантология, вы как напоминаете, как сайтан, сатан, но сатаногия, да, как там, это, как бы, это наука, но она, не, это слово наука, они, да, но это считается, как церковь, как бы, или как бы общество, и они, как бы, все позволить, только бы, запрещено, но это тоже есть в жизни людей, людей личности, они творят свою историю, это тоже позиция этой философии, люди творят историю, они, то есть, что они, они творят свою судьбу, действительности, если посмотреть так, то мы делаем что-то, и мы творим свою судьбу, но верующий человек, зная, что он руководствуется Богом, полагает свою жизнь на Божию, на Божию, как бы, на Божию милость и Божию помощь, да, и даже если нам, где-то мы не получаем, мы, ссылаясь на то, что мы не дослышали Бога, либо нам туда не нужно идти, то есть, мы успокаиваем себя тем, что есть у нас Бог, и мы на Него уповаем, эти же люди говорят, мы творим все сами, все, что мы делаем, мы делаем для себя, и мы творим эту историю, мы пробиваем свои места, мы изменяем мир, здесь Бог ни при чем, даже, даже ни при чем. Кто-то из вас смотрел Битву Титанов? Нет? Кто-то не смотрел. Вот я советую посмотреть вам этот фильм, если у вас есть возможность. Это чисто мифология, то есть, как бы, греческая мифология, все остальное, но я, там можно посмотреть некоторые вещи, которые удивительно показывают атеистическое положение или желание отойти от Божества вообще, знаете, и что человек поднялся против богов и воевал, как бы, и там есть такой момент, что они не захотели служить богам, да, и поэтому пришел бог ада, как его, Арсис, да, и он говорит, если, Аид, да, и он говорит, что если ты, то есть, ты создал их, чтобы они поклались тебе, ты как бы добром им как бы отплачивал, дай мне сделать другое, то есть, смотри, чем они тебя отплатили. Теперь он взял страхом, то есть, понимаете, да, ты бы захотели воевать против богов, а не получится, мы там, ну, интересная история, и понятно, что позиция желания быть отделенным от бога, не зависеть от бога, человек как бы неверующим, как бы вообще, не знающий бога, существует, то есть, как бы, я хочу делать свое. Если вы заметили, среди людей, когда ты евангелизируешь, или же общаешься с неверующими людьми, для них страх стоит в чем, что теперь я не смогу жить по-своему. там, как, мне нужно от девочек отказаться, из всего, как бы, как, да нет, это как бы, теперь мне врать, шантажировать, как бы, шахер-махер, это же нельзя, то есть, у них подразумевается сразу закон, который действует, уверовать, значит, все, стоять в рамках, и многие люди этого не хотят отказываться, потому что философия, которую мы получили на сегодняшний день, позволяла это им делать. Если в старые времена церковь, или же, будем говорить, религиозная деятельность в Израиле, она диктовала всему обществу, как себя вести, то данная философия, будем говорить, отрезала церковь от государства. Мы видим это в Советском Союзе, и сегодня, на сегодняшний день, на Украине, по советскому гражданству, церковь, она отделена от государства. Некоторые страны, как Германия, она не отделена, потому что еще там налоги дают, но уже церковь не имеет этого влияния по причине того, что сильно вошло атеистическое мышление в жизни людей. И фактически они говорят, все испытывайте, всего позволительности. Так, давайте это я сделал перерыв, и мы потом субтитры. Субтитры сделал DimaTorzok